В Украине свыше 20 миллионов человек имеют доступ к интернету. И все о чем пойдет речь далее, реально. Давайте определим первую задачу. С одной стороны, свыше 20 миллионов человек имеют доступ к интернету. С другой, разработано приложение для гражданского общества, с помощью которого все эти люди могут объединять ресурсы, принимать и реализовать собственные решения и так далее. Сейчас люди и эти решения существуют отдельно друг от друга. Так что первая задача – максимально расширить доступ граждан Украины к новым возможностям. В процессе ее решения давайте поглядывать на количество пользователей и оцениваем ситуацию на карте своего города и улиц. А для всех, кто хочет избежать накрутки ботами, будет важна вторая цифра. Сколько из общего количества имеет защищенный статус в системе? Как минимум, это статус идентификации по платежу. Для получения любого из статусов надо вначале кликнуть на его иконку в вашем профиле. И что еще важно? Ваш успех не зависит от местных политиков, чиновников, выборов. И даже коррупция здесь ни при чем. И Путин, и Обама, и Меркель. Все зависит от вас. Убедитесь прямо сейчас. Переходим на Гуртом Моби, логинимся, открываем основное меню и выбираем пункт «Мои задачи». Начинаете с первой, и каждая новая задача становится доступной по факту выполнения предыдущей. Действуем! Мне нравится ключевое слово этого ролика. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Действуем! Диета, диета, еще раз диета. Витаю вас в нашей студии 737-7310. Телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Потому что, я надеюсь, вопросов у вас будет еще больше, чем у меня. Вадим Георгиенко, Андрей Перцев, разработчики громадянского суспельства. Не в том социальном понимании, как мы это ощущаем, а вот того приложения, вот той картинки. Давайте так, чтобы было понятно всем, то, что мы видели на экране. Ребят, добрый вечер. Здравствуйте. Это для повтора. Первый вопрос. Вот скажите, вот неужели вы искренне считаете, что вот этого минутного ролика хватит нашим, я говорю за наших телезрителей, нашим телезрителям, дабы они поняли, что вы хотели сказать, чем вы к ним пришли. И, извините за слово, не скажу, зачем это надо, Вадим? Я сейчас уже второй день общаюсь с жителями. У нас везде на районе пошла волна создания, ну, пришли счета за тепло. И все. И то, о чем мы говорили, большевики свершились. Да, тепловые счетчики обсуждаются, обсуждаются вопросы сразу СМД. И вот в процессе общения начинаешь делать для себя очень важные практические выводы. Когда люди даже с благой инициативой, вдруг, знаешь, там ведомость собирается, подставится подпись, оказывается, это приложение к какому-то протоколу, который люди в глаза не видели, задается вопрос, а, собственно, под чем люди подписываются, да, к чему их призывают. Я верю, что там наверняка люди действуют из наилучших побуждений, потому что они все были в шоке от этих счетов. Собственно говоря, нет таких людей, которые проигнорировали и не заметили, да. Но они создают прецедент для последующего, да, как бы, когда, если ты подписываешься, не глядя под чем, то любой другой там жулик с какой-то своей инициативой просто, знаешь, как вот на автомате. Вот это вопрос, который, безусловно, знаешь, связан с, ну, менталитетом, да, вот подходом. И то, что мы сейчас вот происходит, это, наверное, самые лучшие аргументы, как люди понимают, что и для чего надо. Потому что вот то, что мы смотрели в качестве софта, это инструмент помогающий, да. Он ни в коем мере не сравнивается с теми процессами, которые происходят сейчас в головах. У людей в переоценке. Существует ли они или к счастью? Знаешь, мне вообще нравится, что люди за все время постсоветского времени задумываются о том, им нужен дальше барин на деревне, или они все-таки вынуждены будут управлять, они где-то в шоке. Я понимаю людей пенсионного возраста, которые, знаешь, даже в общении у них руки дрожат. То есть это, знаешь, вот мы включаемся в разговор, включаемся в эти процессы для того, чтобы у этих людей, которые прожили жизнь, да, ну, я не знаю, у меня сердце замирает, когда вот человек с тобой разговаривает, ему трясутся руки. Надо подхватывать, перехватывать и включаться в процесс детям, там, внукам, ну, то есть входить в этот процесс. Но однозначно все, что связано с самостоятельным хозяйствованием, это очень важно. Для того гражданского общества, о котором мы говорим, потому что все, да, вот у нас установлено до 1 июля время. Дальше или мы хозяйствуем, или сдаемся кому-то, ну, тут уж кто как себе выберет. Ну, кстати, тот самый плен, который, ну, мягко говоря, он будет не совсем разумный, да, и такой хороший, да, слово пытаюсь подобрать, поточнее, да, хороший для тех, кто сдаст его плен. Сережа, я извиняюсь, смотри, для меня нонсенс, понимаешь, что просто эмоциональный такой всплеск. Когда люди всерьез... Это мы говорим о том, уважаемые телезрители, что ЖЭКов, ДЭЗа, там, и все остальные братья Шарашкиных контор не будет, вам надо объединиться, если нет, то с вами сделают то, что захотят сделать с июля. Люди всерьез обсуждают возможность, когда они скидываются на этот счетчик, там, 50 тысяч, ну, то есть... Ну, я сегодня смотрел, у меня та же проблема, да, то есть у нас же все прикладное в студии, от 35 до 50 тысяч. Вот у нас 45. И 2-3 динамы работают. Да, совершенно верно. Люди всерьез разбрасывают эти деньги, обсуждают вопрос, что они подарят это ЖЭКу, который в течение всех этих лет вообще ничего не делал, фактически только брал с них деньги, и они всерьез обсуждают вопрос, что они передадут это ЖЭКу, что потом, когда будет УСМД, там каким-то образом, да, то есть, понимаешь, вот... Ну, вообще, это и городская эпидемия, у нас алгоритм действий такой же в доме, да, то есть, это вообще... Это и городская, это, по-моему, всеукраинская. Всеукраинская. Хорошо, прикладное значение вот этого приложения, да, вот как бы сейчас люди поступили, с вашей точки зрения, правильно использовать те механизмы, тот инструмент, который вы людям дали. Андрей, вот давайте, вот кнопочки нажимайте, вот получите это. Понимаете, инструмент достаточно универсален, и использовать его можно с разных сторон. Но самое простое, что прежде всего приходит новым, это сначала принять решение о том, что мы делаем. Мы выбираем из существующих УСМД, или же мы все-таки приходим к выводу, что нам необходимо создать свое УСМД, поскольку мы действительно владельцы этого дома, и как ни крути, если мы передаем кому-то руль, то мы должны понимать, что, ну, возможно, все. В дальнейшем, если мы не передадим руль, то за нас этот руль передадут, и передадут уж, ну, как у нас в стране водится, никогда так честно и просто никто не передает. Поэтому, прежде всего, это первый шаг в этом инструменте, это обязательно зарегистрироваться, обязательно обойтись по соседям, и обязательно просто создать вопрос. Можно создать группу по вопросу, можно создать непосредственно вопрос по адресу, и этот вопрос проголосовать всем. Что мы делаем? Мы игнорируем действительность, или мы живем в этой действительности? И можно сразу дополнить? Смотри, вот, опять же, практический кейс. Часть дома говорит, ребята, мы не хотим ничего знать, мы сбрасываемся деньги, вот мы будем платить теперь, там, меньше процентов на 50. Знаешь, как это называется? Это не сам проблема, на самом деле, а не решить ее. А часть дома, которая не скинулась на счетик, будет платить по старой. Это, в принципе, невозможно. Мы звоним в теплосеть, но элементарно, набери номер. Они говорят, ребята, во-первых, подписать должны все жильцы дома, во-вторых, за, против, подписи должны стоять от каждой квартиры, во-вторых, соответственно, как будет с момента появления счетчика, дальше обсчитываться по квадратным метрам, и дальше люди как-то в этом участвуют. Вопрос заключается в том, что коммуникация, вот мы раз прошлись, вот Андрей говорит, вот мы прошлись, пообщались, 100 квартир в доме, вот ты на любой чих, вот этот вот походы, по массам, знаешь, вот это вот люди, это кошмар. Потому что, во-первых, ну, самые большие энтузиасты умирают там где-то между этажами, знаешь, как вот, ходя оттуда, кто куда послал, понимаешь, как бы. С другой стороны, мы понимаем, что вот как раз в этом начинает включаться польза инструмента. Потому что если первый раз мы устанавливаем контакты, надо разговаривать, это безусловно. Второе, это, конечно же, возможность дальше принимать решения, знаешь, вот на уровне домогосподарства. Есть там какое-то устройство, неважно какое, человек в состоянии, с телефона кнопку нажать, то есть вот его участие, чтобы ни в коем случае, ни на какого-то там председателя, это совладельцы, это собственники квартир, которые решают вопросы своей собственности. Своей, я подчерк, своей собственности. Своей. Давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Скажите, можно задать вопрос? Да, пожалуйста, здравствуйте. Можно говорить? Да, да. Скажите, у нас, мы живем на Молдаванке, у нас в доме 16 квартир. Говорите, говорите. Можно ли вот создать ОСНД на 16 квартир и отдельный дом, на свой двор, понимаете, присоединиться на никому не может. Что нам таким вот делать? Потому что ЖЭН утверждает всем, что нельзя ни в коем случае нам оформлять ОСНД, и ничего нельзя, и что они будут, и все будет хорошо. Ответьте, пожалуйста. Спасибо. Что таким делать небольшим? Спасибо за вопрос. Я скажу так, до этого эфира и до предыдущего, когда мы говорили об этом гражданском обществе, да, об этом приложении, я бы сказал так. Да, мы ответим на ваш вопрос, но он не совсем адресован нашим коллегам по эфиру, поэтому как-то, ну, попытался бы, возможно, обойти. Господа, сегодня вам задают конкретный вопрос по вашему приложению, ну, де-факто. Пожалуйста, объясняйте людям. Вот что, получается, нет? Как минимум, создание юридического лица, какой им является ОСНД, оно не возбраняется никому и никак, поэтому с юридической точки зрения никакой ЖЭК не может вам в этом плане навешать на уши. Тот самый ЖЭК, который умрет очень скоро, да, для ЮЭК? Он заинтересован в том, чтобы конкретно определенные ОСНД, которые существуют, либо будут созданы, стали, собственно говоря, обслуживающими компаниями. Поэтому я не юрист, я экономист, программист. Но ответил как юрист, очень точно. Но, зная немножко и немножко со своими компаниями работая, могу сказать с уверенностью, что создание юрлица в форме ОСНД, принятие гражданским обществом в формате 16 владельцев квартир или большего количества 16-ти квартирного дома, вполне реально никаких там не должно быть юридических тонкостей и нюансов. Ну это юридически, а вот приложение сработает, в этой ситуации, расскажите людям, что люди понимают. Кстати, сразу хочу сказать телезрителям, ну коллеги согласятся, что сейчас аргумент в пользу, как говорят, в пользу бедных, он не работает. Я о чем? Что, дескать, бабушка не знает, как пользоваться интернетом, да, то есть, ну ребята, два года назад мы не знали там о каких-то вещах вообще, да, сегодня это... Банкоматы были... Банкоматы, да, каждый боялся эту карточку, если она у него была, да, туда вставить. А сегодня, ну без этого никто не представляется уже. Да, есть внучка, дочка, жучка. То есть я вот эти аргументы не принимаю точно. Есть на Гуртом Моби в основном меню инструмент в моих активностях создать группу. То есть человек в первую очередь формирует какую-то группу и идентифицирует тех, ну собственно говоря, своих соседей, да. То есть мы определяемся, что давайте мы вот, чтобы не бегали каждый раз на центральную площадь, там, особенно когда людей много. Вот мы каждого идентифицируем, дальше все голосования проходят, мы точно знаем, что это вот эти люди. Это так называемая идентификация внутри какого-то небольшой группы людей. Потому что там есть еще и дополнительные, если потребуется. Потому что когда сейчас начинается несколько домов, а мы не знаем лично, там есть дополнительный инструмент. Но этого уже достаточно для того, чтобы мы любые вопросы, у нас сегодня появился какой-то протокол, мы обсуждаем. У нас появился в конце концов разные поставщики этого счетчика. Оп, вот ты сказал, например, 30 тысяч, хоп, кто-то робит, лоббирует 45, секундочку. А 15 разница это кому, да, как бы. То есть начинается какой-то здоровый рыночный подход к важным для людей вопросам. Первое. Второе, это, соответственно, для инициирования дальше процедур по СНД. Когда мы знаем, что надо лично внести за минимум 14 дней по законодательству письменно, вручить каждому в учредительном собрании и т.д. Когда у тебя уже есть налаженная система, и ты в состоянии людей пригласить, а главное познакомиться с, ну, первое, устав, чтобы люди могли почитать. Не, на собрании вслух это не изба читальна. Чтобы читать устав, понимаешь, и дети полтора часа. Это можно, но не нужно. Ну, понимаешь, я столкнулся с тем, что мы приходим, мы не можем протоколы увидеть. Мы подписываем, люди, у нас там парадная целая подписалась там уже под несуществующим протоколом. Люди настолько, понимаешь, вот легкомысливые, я не знаю, сколько еще надо пройти в этой стране, чтобы вот так вот легкомысливые, не зная текста протокола, уже собраны подписи на то, чтобы, в общем-то, запускать какой-то процесс, который они, может, они отказываются от своей собственности под этими подписями. Ну, опять-таки, может, пройти ночь, так говорят, переспать с мыслями, да, в итоге кажется, что они противоположны тем, которые были накануне вечера. Я думаю, что, знаешь, главное, что следует понимать, знаешь, вот речь идет не о каких-то, знаешь, вот там смута или еще что-то, для того, чтобы нас очень часто обманывали в этой жизни и в этой стране. Поэтому для того, чтобы не обманывали, надо вникать в суть вопроса. Если это кому-то кажется, ну, что вот люди задают какие-то лишние вопросы, пусть они подумают о том, что они просто не хотят, чтобы через какой-то период времени у них возникли проблемы. Как и всем, что жильцам, на самом деле, у них общие интересы. У всех жильцов, первое, это, естественно, меньше платить, чем им выставляют. Второе, это их, собственно, чтобы она не пропала, ни что-то не случилось. Андрей, вот у Вадима прозвучала суть вопроса. Это приложение, в том числе, и то, о чем говорит Вадима, отчасти мы уже сказали. Это можно представить сегодня, как, ну, давайте, борьба с коррупцией, модный тренд, да, тем не менее. Мы не зря повесили на эфире вот такой значок, стоп, коррупция, да. Потому что, ну, как я понимаю, да, в том числе, что это инструмент, действительно, еще раз повторюсь, против коррупции. Так ли это? Абсолютно верно. Причем мы закладываем именно систему. Мы формируем не, ну, это не гасло, там, давайте боротися с коррупцией. Мы начинаем учить... Это не, я процитую, Бульбашка, проголосовавши, «Який кожен небайдужий полоскоче своє відчуття власної значимости». Так, типа, он написал, да? Да, это касалось электронных петиций. Ну, по сути. Ну, здесь целая отдельная дискуссия относительно петиции. Отдельная программа, да. Ведь мы сейчас находимся в очень интересном моменте времени. Нас вовремя предупредили. Потом мы не можем сказать, а нас не предупреждали. А мы не знали. Нас предупредили вовремя. Незнание закона? Нам дали чуть больше года. Нам реально дали время, возьмите со своей собственностью и сделайте хотя бы что-нибудь. Иначе через некоторое время начнется создание прецедентов, когда за неуплату по тарифам, выставленным в СМД, которое было вам назначено государственным чиновником, управляющая компания, она ведь выставит вам за неуплату, ей не будет интересовать субсидии, не субсидии и так далее. Она выставит, вы не оплатили. После этого она возьмет двух-трех хороших юристов и выставит вас в суд. А в суд наложат на ваше имущество арест. А дальше будет накапливаться ком, и очень просто можно остаться без собственности. Очень легко. Дальше уже придется вызывать или самооборону, или Раду громадской обеспеки. Но это как вариант. Это уже, вот мы сейчас говорим о системе, которая дает возможность людям загодя сделать шаги для того, чтобы не быть потом в критической ситуации. Сломать эту систему в том числе? Защитить себя относительно антикоррупцией. Вот здесь еще что очень важно понимать. Мало того, что есть точечный пример. Мы говорим о профилактике коррупции. Потому что когда у тебя, во-первых, прозрачно, во-вторых, средина до нуля возможностей посредников, это хорошо. Тогда в этой среде сложнее какую-то мутное водило видеть. Плюс, добавь, у нас недавно прошел такое, как силосоциатива. Это такое мероприятие, на которое приехало с Украины. 40 организаций. В течение целого дня мы задались вопросом, ребята, с какими проблемами в реальной жизни вы сталкиваетесь в своей деятельности. В течение дня мы думаем, как эти проблемы с помощью инструментов IT, современных технологий, они могли бы решить. И к концу дня уже сами участники с помощью вот таких консультаций выходят на презентацию, вышли на 14 кейсов. Как они смогут с помощью инструментов решать вопросы, причем огромное количество людей, которые заняты в противодействии коррупции. Я имею в виду из тех, кто присутствовал. Другие там где-то искусство, культура, в общем, направления разные. Но тут, знаешь, как вкус приходит во время еды. Когда ты этим пользуешься, ты начинаешь, соответственно, понимать, привыкать немножко к другим практикам. Тебе уже барин там не нужен. Кому привыкаешь быстро. Да, и кроме того, здесь ключевой вопрос, ты этим управляешь. Не то, что ты не вводи в искушение, управлять своей собственностью в этой ситуации. По антикоррупции, я надеюсь, что мы сможем продолжить этот разговор и в Киеве, где собирается там большой вот этот вот форум. И я думаю, что Одесса там будет и нормально представлена. Давайте сделаем так. Скажем, есть и практически еще моменты. Благодаря фонду ведрожжения информативный спротив занимается борьбой с коррупцией в сфере БСПК. Да, то есть имеется в виду все силовые ведомства. Давайте подумаем, что-то и в этом плане можно, наверное, предложить и обществу, да, в том числе, да, тем, кто задействован в этом силовом блоке. А он включает и налоговую, ну, там, полиция, армия, пограничники. То есть много-много чего. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Доброго. Если есть желание, скажите, пожалуйста, как можно организовать ОСМД в старых домах, в которых не проводился ремонт, в течение двух десятилетий, как минимум. И когда я обратилась в службу 1535 и попросила, чтобы за то время, когда ЖЭКи сейчас свободны, представили как-то схематически хотя бы за три домовые коммуникации. И вместо этого я получила, не получила даже ответ, мне сообщили по телефону, что нас начальник ЖЭКов сказал, что это будет все потом, когда будет создан ОСМД. Как в старом доме, в частности в доме Попутовой, можно организовать ОСМД при том, что я сказала. И еще коммуникации 10 раз перекладывались, раскладывались. Понятно. И никакое желание не устраивает. Тут понятно, да, телезрители все равно у нас выводят в более практическую плоскость, но это вполне понятно. Сейчас время такое. Более того, я думаю, вам нужно просто, есть ассоциация самоорганизации населения. Тоже, кстати говоря, неплохо дружат с ОСМДами Дружжини. У них есть достаточно и опыта, и специалистов для того, чтобы просто иметь горячую линию. Я думаю, это просто надо к коллегам обратиться с просьбой, чтобы вы выпускали бегущей строкой на уровне, знаешь, как вот по вопросам. У Сферы Беспек, это фактически мы сейчас вышли на это, мы уже ее анонсируем, что такая будет горячая линия. Да, аналогичная тема для ОСМД, раз вижу, второй звонок касается, потому что людей явно интересует, поэтому я не знаю просто как обратно с вами связаться. Я постараюсь, по крайней мере, если будет возможность, передать номер наших коллег, и они вас профессионально проконсультируют на эту тему. Смотрите, еще один интересный момент, который возник во время обсуждения Конституции Украины. Мы сейчас выйдем вот так вот с ОСМД, да, на Конституции, Вадим улыбается, понимает, о чем я говорю. О том, что народ у нас полновластный, хозяин всего, что происходит для того, что есть в нашей стране, статья 140, часть 3 Конституции Украины. И так далее, и так далее, и тому подобное. В этой сфере приложения, извините за тавтологию, ваше приложение помогает или хотя бы стимулирует людей на то, о чем мы говорили выше, создавать какие-то сообщества, регистрироваться, решать эти свои вопросы в электронном виде, чтобы было понятно. Там вообще шикарный вид, понимаешь, потому что если до этого мы просто были вынуждены, то есть носительная власть является гражданин Украины. Если мы можем реализовывать свою власть через органы местного управления, органы государственного или беспосредственно. Вот в отношении беспосредственно идея, вот, например, как бы где-то раньше все время на уровне это вот мы пришли на выборы и беспосредственно там принял и учат. С появлением технологий у нас сейчас открывается совершенно какой-то ящик Пандоры с точки зрения того, что люди понимают, что посредники им как бы дальше нужны меньше, особенно того, что касается местного самоуправления. Будь то прямая демократия, делегированная демократия. Вот у СМД один из таких примеров, когда мы задаемся вопросом, например, вот есть совладельцы квартир, по формату должно быть какое-то правление, оно там в период между должно быть. Ребята, да вы, собственно говоря, не искушайте там то правление закрывать акты, на них давить начнут, чтобы они там закрывали. Зачем им им надо? Прошлись, как бы есть, ребята сами сегодня нажали кнопку, приняли, у тебя сегодня парадную убрали, убрали. Заметил, кликнул, как бы наверняка формальному признаку какое-то правление председатель, безусловно, там как и юрлица, это одна сторона вопроса. Но другая, чтобы мы как жители, не квартиросъемщики, а именно собственники квартир, вот в качестве, да, вот это наша собственность, не перекладывали свою ответственность. Вот мы привыкли, что кто-то, за нас там партия, или еще кто-то будет за нас заботиться. Ребята, вот вас убрали, кликнули, не убрали, не кликнули. И это, поскольку мобильных телефонов сейчас, ну, слава богу, есть, пусть даже устаревшие. Мы сейчас работаем, проговариваем тему того, чтобы это можно было в формате, знаешь, вот смс, как бы сообщения, когда ты, вот, комбинация кропок. Точно так же, поэтому разговоры про смартфоны закрываются очень быстро. Понимаешь, как бы, на уровне того, что в квартире есть несколько поколений, кто-то, кто помоложе в состоянии отреагировать. То есть, это уже технический аспект играет на лучший уровень. То есть, правильно, это прогумент отмел в начале программы, когда, да, то есть более старшее поколение, есть более младше, продвинутые и продвинутые. Мы сделаем все для того, чтобы максимально глубоко внедрить эту систему было возможно. Технически, по-черкому. Технически, да. А вот уже шаг, шаг, следующий должны сделать сами люди. Они должны взять и начать им пользоваться. Следующий вопрос сразу же, безусловно, и все это понимают, это территориальных объединений. Потому что, как только возникает вопрос громады или ОСН, органов самоорганизации населения, очевидно, что как только у нас образуется СНД и появляются какие-то территориальные, возникает вопрос. А, собственно, вот сейчас юристы включились в этот вопрос. Готовят для обсуждений. Ребята, на самом деле, вот уже выписано, не надо новых законов. Вот уже наше поле сегодня законодательное, которое позволяет нам сделать то-то и так-то и иметь свой вес решений коллегиальных не меньше, чем, например, у городского совета. Не меньше, подчеркиваю. Я хотел бы напомнить на прошедшем недавно Конгрессе Патриотических сил Юга Украины выступление руководителя Рады Громадской Беспоки Марка Гордиенко, где он сказал очень хорошую ключевую фразу. На самом деле, текущее состояние дел, даже без нашего приложения, даже без него, позволяет группе хорошо взаимодействующих между собой людей от 500 человек уже иметь очень сильные инструменты для управления местного. Если же сюда еще включить приложение, через которое производится как коммуникация, так и непосредственно принятие решений, вплоть до финансирования, совместного финансирования и реализации, и проверки, реализовано ли это решение, то мы получаем де-факто систему, которая может быть конкурентом власти делегированной, и этот конкурент может быть гораздо более эффективным, нежели любая делегируемая власть. Причем, что самое интересное, что, ну если вспомним мы наши патриотические походы по Одессе, насчитаем там до 10 тысяч человек, когда мы посчитаем, если бы сейчас каждый патриот из тех, кто выходил на эти митинги, начал пользоваться приложением, мы бы получили 1% от населения. Это из серии не фейсбуком единым? Да, абсолютно верно. Фейсбук обсуждение, никаких вопросов, обсуждение, делимся информацией. Мы в нашей системе не предлагаем обсуждать, мы предлагаем принимать решения. Мы очень четко разделили. И брать на себя ответственность, что очень важно. Безусловно, именно взять на себя ответственность, управлять тем, что твое. Это сложно. Сергей, я бы еще не уходил вот только в сторону 145-й статьи Конституции, хотя, честно говоря, очень много людей, кто считает, что все, власть там себя. Есть много людей, депутатов, которые ищут себя, они еще не успели испортиться за это время. И я хотел бы подчеркнуть, для диалога, для общественного диалога с жителями, избирателями, это тоже очень важный аспект. Потому что щелкнув пальцами, чудо не произойдет. Да, чтобы сразу встали. Мы понимаем, что есть действующая система, есть действующие люди. И мы очень выступали бы за поддержание развития этого диалога жителей и сегодняшних их представителей в органах местного управления. Коллеги, у нас две минуты до окончания эфира. Время, как всегда, надеюсь, прилетело быстро использовать для наших зрителей, ну, наверное, для нас самих. Практическое задание на финал программы. Я все-таки вернусь к болезненному вопросу, потому что этим занимаюсь и за это отвечаю, да, немаловажно. Персональная ответственность. Все-таки борьба с коррупцией в сфере безпеки, да, вот что можно предложить нашим зрителям, которые посмотрели, не смогли дозвониться или боятся позвонить, да, указать на факт, а потом принять участие, опять-таки татология, тем не менее, принятие решения, да, как с этим злом бороться. Например, в какой-то воинской части, да, вот что можно было бы сделать, вот так сходу, с лета. Сходу у меня маячок сразу, знаешь, вот есть сегодня, если вы на служащих не отобрали мобильный, я вам слушал массу было тоже примеров недоукомплектации. Когда человек в состоянии, появляется слой проблемы, с которым ты дальше можешь идти. Он, знаешь, как фактура у тебя собрана, с одной стороны, с другой стороны, есть достаточный уровень анонимности для того, чтобы человек не стал жертвой там какого-то преследования. Соответственно, у тебя есть слой, с этим ты можешь идти дальше. Потому что сегодня, как бы загоняют в какой-то угол, разбивают на углы, у тебя получается только пресс-конференция и информацию, что... Если бы не волонтеры, которые ездили, видят какую-то реальную картину в тех или иных частях, плюс они их уже поддерживают, да, как бы, но в обществе постепенно возникает вопрос. Ребята, мы платим налоги, мы платим тот процент, который на фонд заработной платы. Я вообще, знаешь, как бы там, тем министерским, которые развалили, надо было сначала на колени встать и покаяться во всех предыдущих грехах, прежде чем платить боготворительную помощь. Но я этого года не заметил. Никто на колени не становился. Знаешь, как бы, ну, то, понятно, была горячая пора. Сегодня, ну, вот на скидку я ответил. С помощью, ну, несложных, скажем так, кликов, когда можно зафиксировать проблему на слое, связанном с беспекой. Я бы это видел так. И по факту, уже подводя эту... Андрей, если есть что-то добавить, буквально 20 секунд. Изначально мы, когда говорим о изменениях в стране, когда мы говорим о борьбе с коррупцией, мы должны понимать, что борьба с коррупцией начинается там, где мы начинаем бороться, а не где мы ждем борьбы. И бороться мы должны начать системно. И первые системные средства борьбы, которые я со своей стороны вижу, которые Вадим поддержал в свое время, которые мы выработали вместе и дальше люди поддержали, заключается в том, что заходим, регистрируемся и начинаем пробовать управлять. Тогда, когда управленец начинает чувствовать это, он получает инструмент борьбы с коррупцией. Появитесь на карте своего города, гражданского общества. Первое. Просто появитесь на своей карте. Вас нету, вас нет нигде. Троеточие. Быстро итог. Как минимум, объявляем горячую линию по борьбе с коррупцией в беспокойной сфере. То, что ближе, в принципе, как и в любой отрасли, другое. И в романтианское суспирство, пожалуйста, все инструменты у вас сегодня есть и разработчики, авторы проекта работают над тем, чтобы система улучшалась. Ту старую, конечно, надо разрушить. Об этом мы и сегодня говорили. Посмотрим, как эти мои гости по эфиру и о чем будут общаться со мной после антикоррупционного форума в Киеве, который может, высказывая опасения, превратиться в некий политический проект. Но это только опасения. Посмотрим, как будет на самом деле. Спасибо огромное. До встречи на нашем канале. Берегите себя и своих близких. До свидания. В Украине свыше 20 миллионов человек имеют доступ к интернету. И все, о чем пойдет речь далее, реально. Давайте определим первую задачу. С одной стороны, свыше 20 миллионов человек имеют доступ к интернету. С другой, разработано приложение для гражданского общества, с помощью которого все эти люди могут объединять ресурсы, принимать, реализовать собственные решения и так далее. Сейчас люди и эти решения существуют отдельно друг от друга. Так что первая задача – максимально расширить доступ граждан Украины к новым возможностям. В процессе ее решения давайте поглядывать на количество пользователей и оценим ситуацию на карте своего города и улиц. А для всех, кто хочет избежать накрутки ботами, будет важна вторая цифра. Сколько из общего количества имеет защищенный статус в системе? Как минимум, это статус идентификации по платежу. Для получения любого из статусов надо вначале кликнуть на его иконку в вашем профиле. И что еще важно? Ваш успех не зависит от местных политиков, чиновников, выборов. И даже коррупция здесь ни при чем. И Путин, и Обама, и Меркель. Все зависит от вас. Убедитесь прямо сейчас. Переходим на Грутом Моби, логинимся, открываем основное меню и выбираем пункт «Мои задачи». Начинаете с первой, и каждая новая задача становится доступной по факту выполнения предыдущей. Действуем! Редактор субтитров А.Семкин